В Уфе скончался мужчина, который попал под поезд. Трагедия произошла на улице Интернациональной, рядом со станцией Парковая. Уфимцы обнаружили случайные прохожие, вызвали скорую помощь, но спасти ему жизнь не удалось. О безопасности на железнодорожных путях мы сегодня поговорим с Павлом Шушляевым, уфимский транспортный прокурор при Волжской транспортной прокуратуре. Павел Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде всего, какая сейчас обстановка с ДТП на железнодорожных путях? На сегодняшний день, если взять с начала 2023 года текущего, произошло у нас пять таких случаев, называются они случаи непроизводства травматизма на железнодорожном транспорте, которые связаны с попаданием под железнодорожный состав граждан наших простых людей. Так вот, четыре из этих случаев с летальным исходом в одном случае мужчину серьезно травмировало. Буквально два свежих случая с летальным исходом произошли на праздничных выходных. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать и вследствие чего, как правило, возникает ДТП с железнодорожным составом? Ну, все случаи без исключения, они проанализированы были. Если взять прошедший год, 2022, таких случаев было 33, из них 29 с летальным исходом. Мы говорим о территории республики. Это моя поднадзорная территория, практически вся территория, которая, за исключением Белорецкого района, Архангельского, то есть Южной ветки, так называемой. Зачастую при этом необходимо отметить, что по вине работников железнодорожного транспорта, в том числе машинистов, локомотивов, ни одного случая не зафиксировано. Все произошло ввиду пренебрежения гражданами, правил нахождения на железнодорожных путях. Какие основные правила? Убедиться в том, что нет на железнодорожных путях приближающегося состава или какие-то помимо этого еще основные есть? Правила, данные, они регламентированы приказом Министерства транспорта Российской Федерации, которые были приняты 27 января 2022 года прошлого, номер 20. Они как раз определяют, что при нахождении граждан в зонах повышенной опасности и при пользовании железнодорожным подвижным составом указанные правила запрещают гражданам подлезать под вагонами, переходить вагоны у мест сцепок, заходить за оградительную линию у края пассажирской платформы. Запрещается бегать по пассажирской платформе в непосредственной близости от нее. Также нельзя, безусловно, оставлять несовершеннолетних детей без присмотра в зоне повышенной опасности. Переходить при этом железнодорожные переезды необходимо только в строго установленных для этого местах, которые у каждой остановочной станции предусмотрены. Какая ответственность предусмотрена за нарушение данных правил, то есть гражданскому лицу? Гражданскому лицу при нарушении правил грозит административная ответственность. Допустим, переход к неустановленному месту, это статья 11.1 Кодекса РФ об нарушениях, предусматривающий административный штраф на граждан. Также в случае, если по вине, в частности гражданина, будет причинена смерть по неосторожности лицу, ему грозит уже уголовная ответственность сроком до 5 лет. Если такие последствия не наступят, то до 2 лет лишения свободы. Павел Владимирович, а кто осуществляет контроль на железнодорожных переездах, на платформах? Это сотрудники полиции или специализированные органы? Непосредственно контроль за состоянием железнодорожных переездов осуществляют как органы прокуратуры транспортной, такие как участвуются мы. Также есть специальные ревизоры в составе Росжелудора, которые непосредственно инспектируют каждый случай и проверяют в ходе рейдовых мероприятий состояние так называемой железнодорожной инфраструктуры. А есть ли какая-то статистика по числу поступающих жалоб на безопасность на железнодорожном переезде, который поступает в Уфимскую прокуратуру? Конечно же, есть такая статистика ведется. Если взять прошедший год, таких жалоб на безопасность, эксплуатаж железнодорожного транспорта и состояние, так скажем, искусственных сооружений, оно составляло 5 жалоб. Причем по 3 из них в ходе проведенной прокуратуры проверки нарушения подтвердились, то есть были выявлены недалежащие состояния железнодорожного полотна, недалежащие состояния настила, были внесены представления об устранении нарушения закона и должностными лицами установлены законом 30-дневный срок, пути проведены в надлежащем состоянии. А можно вкратце описать алгоритм после того, как поступает жалоба, какие действия предпринимает прокуратура? То есть это на рассмотрение какой-то срок необходимо после этого принятия решения? В соответствии с приказом генерального прокурора о порядке рассмотрения обращений граждан мы в общем порядке в течение 30 дней рассматриваем обращение, если оно отнесено к нашей компетенции и требует проведения проверки. Мы проводим проверку, анализируем какую-то информацию, так скажем, об объекте правонарушения. Непосредственно у нас все проверки практически связаны с выходом на место. Где обратились по заявке. Да, где обратились по заявке, да. Проверяем. В обязательном случае даем оценку должностным лицам, которые отвечают за содержание данных сооружений, инфраструктурных, железной дороги. И реагируем, реагируем, как, опять же повторюсь, в форме представления об устранении нарушения закона. Также рассматриваем вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц. И если нарушения не устраняются, установленный срок 30-дневный, зачастую обращаемся с исковым заявлением уже в судебные органы и понуждаем через суд устранить нарушения закона. Мы вначале говорили о том, что произошел недавно инцидент, поскольку, вероятнее всего, был доступ к железнодорожным путям. В местах, где это не предусмотрено, какие средства защиты предусмотрены? То есть, как-то ограниченный доступ к железнодорожным путям? Совершенно верный вопрос. Мы из года в год проводим так называемую ревизию. То есть, это не только мы, органы прокуратуры транспортной, но и все дистанции пути, соответственно, российских железных дорог, они подразделяются. И в случае выявления, допустим, они называются в простонародье народные тропы, когда людям удобно ходить там, где им удобно, где они исторически привыкли, в том числе и в зимнее время. Сократить дорогу и прочее. Сократить дорогу, да. Но, как правило, российские железные дороги, они искусственные сооружения установят вдоль полотна. Конечно же, вдоль всего полотна это и затратно финансово установить не удается. Но в местах массовой концентрации стараемся вот эти меры применять. На территории Уфы они есть? Да, у нас на территории Уфемского городского округа два есть места. Это на Демской дистанции пути непосредственно, где станция Дема, хотя там имеется верхний пешеходный мост над путями. Но люди все равно будут. Люди, да, зачастую пренебрегают простыми правилами и переходят пути в неустановленных местах. Ну и, конечно же, вот где произошел буквально последний случай, это остановочная платформа парковая. Так как людям хочется перебегать с одной остановочной платформы со стороны на другую, минуя пешеходный настил. Там все оборудовано, там светосигнальная сигнализация стоит, светофор, система лабиринтов, которая не позволяет человеку напрямую пробежать железнодорожные пути. То есть все оборудовано для безопасного перехода? Все оборудовано. Просто здесь это халатность в технике безопасности? Тут даже можно отметить, что буквально в прошлом году мы кардинально отреагировали на недлежащее состояние дорожного настила. И силами ухемской дистанции пути, вот этот пешеходный переход по путям, он был приведен в соответствии. То есть в нормативный показатель все вошло, теперь можно переходить и не нарушать технику безопасности, хотя ее и никогда нарушать нельзя было. Так точно. Для этого достаточно подождать минуту-две, пока пройдет состав. Тут уже надо понимать, что или ты рискуешь жизнью и здоровьем ради каких-то двух минут? Да. И необходимо тут еще, наверное, отметить, что среди причин, вот когда я называл, такие причины уделяются, как сейчас все мобильные, молодежь и взрослое население, они пользуются наушниками, которые, естественно, очень затрудняют и даже не позволяют услышать звук, приближающиеся поезда, а уж тем более поданные им сигналы. Эта проблема существует, ищем пути ее решения. Насколько я знаю, даже профилактическая работа осуществляется, когда, условно, подростки, которые непосредственно задействованы рядом, живут где-то поблизости с железнодорожными путями, им объясняется, что в наушниках переходить нельзя. Это риск, это подвержение своего здоровья опасности. Это также нужно понимать ответственность, которая лежит перед тобой. Все верно. Согласно заранее разработанным планам нашей работы, совместной с Уфимским линейным управлением внутренних дел на транспорте, транспортной полиции и непосредственно уже с железнодорожной компанией, российской железной дорог, нами проводятся лекционные занятия в образовательных учреждениях, которые поблизости расположены от непосредственно железной дороги, где изо дня в день пользуются, используются. Также непосредственно со студентами работа ведется. У нас два профильных, есть поднадзорных учебных заведений. Это Волжский государственный университет водного транспорта и Самарский государственный университет путей сообщения в Уфимске. То есть работа ведется. Работа ведется, да.